Станислав – профессиональный спортсмен. Поддержание формы требует сбалансированного питания и витаминов, особенно при высоких физических нагрузках. Рассказывает, с этого и началось погружение в науку о правильном питании. Как только не получилось закрывать глаза уже на собственные, скажем, безбалансы в организме, вызванные спортом, вот тогда-то, собственно, нутрициология и пришла на помощь, начал изучать анатомию физиологии и биохимии. Нутрициология – относительно новое направление. Специалисты этой области дают советы касательно рациона, похудения или набора веса, помогают скорректировать нехватку витаминов в организме. Но, в отличие от диетологов, они не ставят диагноз и не назначают лечение. Диетолог лечит, нутрициолог регулирует, поэтому специалисты этих областей могут работать сообща. Врач назначил лечебный протокол, допустим, low food map, это когда мы исключаем продукты, которые вызывают газообразование. Человек приходит, ему нечего есть, да запретили запретить, а что есть-то. И он тогда на связи с нутрициологом. Так вот это есть, смотрите, мяско можно любое, давайте, вот так вот его готовить, вот так вот такие блюда. Несмотря на всю полезность и востребованность профессии, существует много споров вокруг нее. Поскольку профессия для российского образования новая, в учебных заведениях такого направления еще нет. Обычно на эту специальность переквалифицируются люди, у которых уже есть высшее медицинское образование. Те, у кого медбазы нет, проходят специальные платные курсы. Предлагают обучаться с нуля и онлайн-платформы, но качество излагаемого ими материала остается под вопросом. Как следствие, риск выпуска неквалифицированных нутрициологов. Увидев в интернете яркую рекламу марафона по похудению от нутрициолога, Юлия решила испытать удачу. Суть этой диеты заключалась в употреблении только определенных продуктов. И по словам девушки, хоть это и дало увидимый эффект, не все продукты из диеты ей подошли. Постоянным приверженцем именно кето-диеты я не стала, потому что мне показалось, что это может быть вредно для подживудочной железы, потому что очень много жирной пищи приходится употреблять. В принципе, я не жалею, потому что именно с этого момента началось изменение внутри меня. Единственное, что, конечно, здесь нужно правильно выбирать, где участвовать, потому что кето-диета подходит далеко не всем. И потому сами врачи подчеркивают, нужно с осторожностью обращаться к тем, кто продает свои услуги в интернете. Врач знает последствия своих действий. Когда человек две недели закончил курсы, был мастером маникюра, через две недели он стал нутрициологом, там страха вообще никакого нет. Потому что совершенно человек не понимает, что БАДы тоже могут навредить, что даже люди не знают названия этих диагнозов по МКБ-10 и понятия не имеют, что может быть какие последствия. Также врачи советуют обязательно интересоваться тем, где обучался выбранный вами нутрициолог и как повышал квалификацию. И тогда грамотный специалист станет для вас гидом в мир правильного питания и здорового образа жизни. Анастасия Дороган, Мария Мацаева, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком.